Тайная НЛО И сегодня, дорогие друзья, вы увидите необычное явление, которое получается снять легко Не так давно у нас происходят всякие интересные такие явления, как аномальные и сверханомальные Которые люди утверждают, что это всего вина НЛО Но взять всю инструкцию и разложить, дорогие друзья По полочкам мы увидим самое интересное Что природой управляют люди, а люди управляют природой Ну а так утверждают множество показаний тех ученых, которые работали над этими сверхсекретными материалами Но речь идет не об этом, а именно, дорогие друзья Как недавно случилось то, что все думали, ну обычное явление природное А в Сибири, дорогие друзья, была снята необычное НЛО Которое просто-напросто вызвало, наверное, скорее всего, ураган снега Замело за несколько минут Но потом вы видите очень интересные кадры, как парень снимает через окно Вот это происходящий момент Что это вообще могло быть? И для чего это, дорогие друзья, происходило? Я не знаю Но вы, дорогие друзья, присмотритесь внимательно И тогда мы разберем полностью Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень подозрительно, дорогие друзья Но такой НЛО у меня уже встречался Оказывается, что это, дорогие друзья Природного явления НЛО Который управляет погодой В Японии также был такой найден НЛО Но утверждать, что он был под водой Что он там забыл, я не знаю Но говорят ученые, что этому НЛО уже под водой не один миллион лет Значит, эти, дорогие друзья, пришельцы уже обитают очень-очень давно Но взять их действия Для чего они это все делают? Почему морозы, жара, холод, тепло? Все это взаимосвязано Но есть и то, что люди боятся всего Это землетрясения, наводнения, ураганы и смерчи Все это значит из-за этого НЛО, дорогие друзья Я просто удивлен, как такое НЛО вообще может управлять природой Но ученые стали разбираться с этим И их действия как и летают НЛО бесшумно Так и наводят они страх на людей Что это вообще возможно И как это решить людям Чтобы не было такого, что люди вымирали из-за этих НЛО Но есть одно но Один ученый вообще рассказал, что перенаселение на нашей планете То есть несколько раз, которые в общем множество людей И вот эти НЛО, дорогие друзья Как-то ровняют чаши весов Для чего, я не знаю Но кто-то убивает природу А кто-то защищает Вы все это знаете И никто от этого не застрахован Но дальше, если судить про этот НЛО Вы видите, дорогие друзья Необычный луч, который яркий Ну, розовый, может синий у кого-то Может зеленый у кого-то Но зависимо от экрана И что мы видим? Мы видим, как НЛО что-то Или бурит, или что-то делает И такие НЛО очень тщательно Говорят, что после таких НЛО Появляются очень огромные воронки Просто очень огромные воронки Для чего, я не знаю Но множество людей даже делали снимки На этом фоне То есть говорят, что в поле появлялись Такие огромные воронки Где-то 15 на 40 Вы представляете, воронка Как будто туда бомбу поместить можно было Но, увы, метров где-то 15-20 глубины Она была просверлена Для чего, я не знаю, дорогие друзья Но утверждать, что такие НЛО Вообще-то выкапывают Которые под землей Другие НЛО И они после этого момента Улетают или просто как в капсулах Уходят вот в этот огромный НЛО Что вообще происходит у нас вообще Я не знаю Но утверждать я не могу, дорогие друзья Только могу догадками своими Рассказать вам Ну, а происходящие моменты Что происходит Мы можем, дорогие друзья Только смотреть на это Как зрители А что будет дальше Вы знаете сами Или не знаете То есть Как лотерея 50 на 50 Но, увы, дорогие друзья Я просто могу с вами Просто утверждать Ну, ладно Этот НЛО был найден Но о происходящем моменте Никто не заявлял То есть СМИ молчат Телевизоры молчат Газеты даже молчат Что вообще могло перейти Но утверждать Что ночью происходят Такие моменты Что вы сами, наверное, видели Дорогие друзья Яркие вспышки Необычные явления Как спиральные ракеты Но утверждать Что это ракеты Я могу сказать 0,0 и 1% То есть Это, дорогие друзья Не спиральные ракеты Как утверждали у нас Это были неопознанные Летающие объекты Которые были найдены Ну, можно сказать Во всем мире Ну, не была Там ракета Летала спирально А именно НЛО Их действия были Очень тщательно Запланированы Их было очень много И люди просто Боялись Вот этого Но для Часть этого И сделали Такой интересный Рассказ, дорогие друзья Как спираль Этот корабль Может не военного Типа Но управляет погодой Он умеет Потому что Не зря Несколько лесников Засняли Вот наподобие Такого НЛО Как Ну, они были В общем лесники Зимой А была такая Знаете Линия Где просто Зеленая трава И так далее Я был просто поражен То есть Снег был Растаем После такого НЛО И что в общем Было дальше Я не знаю Но Давайте мы Посмотрим В общем Ролики Дорогие друзья И дальше Будем потихоньку Потихоньку Вот так Передвигаться Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Вы посмотрели Увидели И самое главное Поняли Что это Необычный НЛО Который Может Встретиться В любом месте И самое главное Подальше От таких НЛО Держитесь Дорогие друзья Они очень Опасны В плане того Что рядом С ними Может произойти Зеленое трясение Или наводнение Которое Вы наверное Не в курсе Дело Но увы Это дорогие друзья Жизнь И мы В этой часть Жизни И живем Ладно Ладно Спасибо Что вы Меня смотрели Спасибо Что поставили Жирненький лайк И подписались На мой канал Спасибо Спасибо